Семь лет назад здесь была груда пепла. Сегодня среди березовой рощи стоит высокий красивый храм с десятью крестами в честь преподобного Сергия Радонежского. Духовный центр для тех, кто попадает на женское подворье в поисках помощи. В общем, настолько все по-разному, приходят и люди разные. Наверное, просто Господь приводит, то есть это поиск души, когда человек вот там уже не может либо реализовать себя, либо какие-то труды, у кого-то какие-то, может быть, проблемы в семье. Так скажем, когда человек не может сам уже решить, понимая, что сам он решить свою проблему или определить свою дальнейшую жизнь не может, и взошел в какой-то тупик, вот, наверное, тогда Господь и приводит сюда. В День памяти своего небесного покровителя на женском подворье отмечают престольный праздник. Примечательно, что именно в этот день, ровно пять лет назад, в подвале сгоревшего храма была совершена первая литургия. Церковь была сожжена, и с тех пор идет восстановление храма. Строительство практически завершено. Ровно пять лет, именно 8 октября, мы отслужили литургию. Для всех было как-то немножко для меня тоже неожиданно, потому что мы рассчитывали, что мы отслужим литургию, поскольку определили престольный праздник, и будем, ну, каждый год вот служить, пока храм построится. А батюшка вдруг вот спросил меня, какой день недели, 8 октября. Тогда был вторник. Он говорит, вот и хорошо, отслужим, и будем каждый вторник служить литургию. Небесный покровитель присутствует в жизни и молитвах каждого, кто здесь находится, трудится, борется со своими зависимостями и страстями. Несомненно, день памяти преподобного Сергия Радонежского – это особенный день для насельников подворья. Одна из сестер прочитала кафест преподобного Сергия Радонежского, он ей понравился, и мы стали так иногда читать, потом стали ежедневно читать, ну, и вот как-то так, наверное, Господь и стал строить храм. Труд и молитва – главное лекарство для тех, кто сюда попадает. За годы своего существования подворье стало местом не просто временного приюта, оно стало настоящим домом, который не хочется покидать. Начиналось с того, что сёстры приходили вообще далеки от храма всего, и, естественно, почти все насильницы курили. Мы вели очень активную борьбу с этим грехом, и они сами потрудились, и мы достигли того, чтобы, в общем-то, действительно побросали позиции, тенденции всех насильников к тому, чтобы мы должны очищаться как-то греха. Мы учимся трудиться, потому что если раньше человек не умел держать лопату в руках, то есть что-то там скопали, что-то посадили, и сохранить не всегда получалось, то теперь мы уже начинаем планировать какое-то наше хозяйство, то есть как-то немножко уделять этому внимание, более выходить на какой-то такой, на ступеньку выше подниматься. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы благодарим Бога, который даровал нам возможность сегодня в этом прекрасном храме, который уже построен, еще, наверное, чуть-чуть, и он приобретет уже окончательный свой вид, будет иконостас, все здесь уже доделается, но он уже есть, этот храм, понимаете, он уже живет, и в нем люди соединяются с Богом, принимают святое тело и кровь Христа, и мы надеемся, что наше подворье будет расти, расти духовно, расти и численно, и что действительно здесь будет райский уголок, потому что здесь красивая очень природа, и я представляю, как здесь все будет через, наверное, даже лет десять. Душа искала какого-то покоя, но еще не понимая, что не только внутреннего, да, еще и внешнего, но я здесь это нашла, потому что какая-то деревушка, мне почему-то хотелось какую-то деревню, и Господь и это мне дал, и я действительно, попав сюда, я просто думала, я попала вообще в рай сразу, потому что это было так удивительно, вообще прекрасная природа, да, тишина. Тут настоящая жизнь, все смотришь, все суетятся, все бегают, у всех свое пастушание, все все несут, а там нет, там нет живого в том мире. Мы не знаем, как подворье будет выглядеть в будущем. Желание населец, сестер, духовника, монастыря превратить это место в райский уголок, где люди находят не только ночлег и успокоение, но и открывают для себя Бога. Хотелось бы, конечно, чтобы просто, ну, для начала не потерять то, что вот Бог дал, вот, и самое главное, наверное, не то, что мы будем здесь строить какие-то здания или какое-то производство, хотя хочется, конечно, чтобы было производство, чтобы работа людям была и жизнь, но самое главное, чтобы вот была христианская семья, чтобы она вот, как-то пока коллектив еще небольшой, то есть человек, и у нас это получается. Очень хотелось бы, несмотря ни на наши планы, ни как будет развиваться строительство, не потерять вот это вот, вот это зернышко, чтобы оно просто росло и давало плоды. ИНТРИГУЮЩАЯ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА